Доброе утро! В Ханты-Мансийск мы пожаловали по приглашению Музея природы человека, который является нашим давним партнером в рамках реализации федерального проекта Территория Победы. Проект Территория Победы был инициирован директором Музея Победы школьником Александром Яковлевичем. Он был официально презентован в 2017 году на Санкт-Петербургском культурном форуме. И, собственно говоря, нужно отметить, что Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа и, в частности, Музей природы человека были одним из первых, кто этот проект действительно поддержал. Более того, по итогам года деятельности федерального проекта он стартовал достаточно мощно и широко. И сейчас можно сказать, что он успешно реализуется в 71-м субъекте Российской Федерации. По итогам вот этого года на этом уже Санкт-Петербургском форуме Музей природы человека получил специальный диплом в рамках работы деловой площадки за активную реализацию, собственно говоря, вот этого федерального проекта. Здорово. Так что Ханты-Мансийск, да. О самом проекте немного расскажите. Знаете, проект предусматривает создание единого информационного музейного пространства по истории Великой Отечественной войны. То есть Музей Победы сейчас представляет своим партнером региональным, а их, как я повторюсь, огромное количество. Это больше 150 музеев, в том числе на территории Беларуси, Азербайджана, и методическую помощь, и информационную поддержку, ну не говоря о каких-то экспозиционно-выставочных материалах и материалах музейной тематики. Понятно. Александр Юрьевич, скажите, сегодня 5-е число, День добровольца. День добровольца, волонтера. Да, День волонтера, День добровольца, мы знаем, что, и даже не посвященный этому дню, но есть совместный проект, расскажите о нем буквально. Вообще интересный проект, действительно, в рамках территории Победы у нас проходит, тоже с директором Музея Победы мы встретились, а я, по-моему прочему, являюсь членом общественного совета Музея Победы. И он говорит, вот есть такой интересный проект. Я говорю, Александр Яковлевич, а давайте мы к этому проекту подключим волонтеров. Он говорит, интересная идея, действительно, потому что каждый музей, он должен дышать жизнью, он должен жить, а для этого нужны волонтеры. Потому что волонтеры, это не только могут помочь, допустим, инвалидам подняться по ступенькам, это прекрасные лекторы, которые могут рассказать, повести экскурсию, в том числе и на иностранном языке. Что немаловажно, ребята могут копаться в архивах музея и находить там новые вещи, которые, может быть, даже музей об этом не знает. Ребята, не только ребята, но и взрослые, серебряные волонтеры, могут искать какую-то информацию в других фондах и потом давать эту информацию в музее, чтобы пополнять коллекцию музея. И вот мы совместно с музеем Победы, совместно с российским движением Школьникам, с поисковым движением России, как раз при поддержке фонда президентских грантов, реализуем на сегодняшний день такой проект, как создание всероссийской сетевой структуры социально активных граждан, волонтеров, добровольцев, на базе региональных музеев военно-исторической тематики для их комплексного развития. Для комплексного развития как музеев, так и самих ребят. Они действительно узнают друг о друге намного-много интересного, много нового. Я думаю, что это интересная вещь, которая поможет развиваться как ребятам, так и музеям, потому что музеи в последнее время, ну, наверное, мы знаем, да, они не очень посещаемы, а волонтеры могут вздохнуть от определенной жизни в музее. Ну и волонтеры, в принципе, вот как на ваш взгляд, это же идет такое внегласное обучение молодых людей, да, потому что музей все-таки это источник информации, это является источником сохранности нашей истории, сохранения нашей истории, а волонтеры, они внегласны? Абсолютно правильно. Потому что у нас без знания истории не будет будущего. Будет история, будет будущее, поэтому ребята развиваются, обучаются, они вносят свой вклад. И тоже очень интересно, что многие, мы тоже работаем со многими музеями в рамках территории Победы, ребята окунаются в это настолько, что они говорят, а можно у вас остаться работать? И действительно, если есть штавки, то ребята трудоустраиваются, находят там работу, они уже специалисты, они уже знают всю специфику, они уже знают все. То есть у нас волонтеры же работают не только с бабушками, с дедушками, с молодежью, но вот и музейные добровольцы, тоже это одно из течений добровольчества. — Владимир Сергеевич, вот скажите, чтобы вступить в ряды с волонтерами, понятно, чтобы вступить в эту дружную семью, да, и под названием и музей Победы, и вообще в это движение, которое сохраняет нашу историю, именно для музеев, что необходимо сделать? Может быть, есть какие-то критерии, есть какие-то параметры, по которым оцениваются? — Да, безусловно, несмотря на то, что спектр, как я говорил, уже участников достаточно широк, это от федеральных больших музеев, включая, допустим, из больших у нас нашим партнерами является и музей-заповедник Сталинградской битвы, и музей героической обороны и освобождения Севастополя. В наш проект в том числе входят и школьные, естественно, музеи. Те музеи, где действительно идет активная работа, которые не являются красными уголками какими-то статическими, но где работают поисковые отряды, то есть вокруг которых происходит движение. Более того, таким школьным музеям, если музей действительно насыщен материалами, там действительно проходит работа, Центральный музей Великой Отечественной войны присваивает статус общественного филиала Центрального музея Великой Отечественной войны. То есть, в принципе, при желании работать, любой школьный музей, в принципе, он может стать общественным филиалом Центрального музея. Ну, соответственно, да, и наш Музей природы человека города Ханты-Мансийска также вступил в дружные, важные, нужные стройные ряды по сохранению, конечно же, и истории, и почитанию нашей победы. Очень интересная композиция есть, которая посвящена именно Великой Отечественной войне. То есть там целый уголок, целые стенды, которые посвящены этому великому событию. И мы буквально вот сейчас смотрели тоже школьный музей, который есть в Ханты-Мансийске. Очень много музеев, которые есть. Допустим, в Ханты-Мансийске школа номер один, там хороший музей. В муниципалитетах других вообще Ханты-Мансийске автономного округа очень много хороших музеев. И тоже, возможно, мы их будем включать в ряды территории Победы. Ну что же, культурные события в столице Югры будут продолжаться. Вам, конечно же, творческих успехов мы желаем. Спасибо огромное, что пришли к нам в программу. Доброго, бодрого утра желаем вам. С гостями прощаемся. С вами же Мюдисен 2. Две с половиной минуты дождитесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...